Доброе утро, дорогие подписчики! Да, и, собственно, у кого-то уже день и вечер, не суть важно. Рад приветствовать вас на этом канале. Суть подкаста проста, как обычно, как всегда. На этой неделе нас ждет турнир UFC Fight Night Lewis против Докоса. Если честно, я бы в обычном режиме записал бы подкаст с разбором турнира и разбором мейн-ивента уже вчера, но так как я обещал записать обзор прошедшего ивента UFC 269, я, соответственно, сначала вчера сделал это. Не стал потом, грубо говоря, в один день все пихать, решил отложить, соответственно, разборы именно предстоящего турнира на сегодня. При этом там произошел некий казус, в Телеграме я об этом уже сказал, но здесь еще раз повторю, что я как бы на своих ресурсах, в том числе в YouTube вкладке сообщества, попросил всех желающих какие-то свои вопросы оставить к подкасту с обзором, но благополучно на эти вопросы забил болт во время самого обзора турнира. Но, опять-таки, я на многие из этих вопросов, по сути, в подкасте и ответил, так или иначе, но в любом случае решил, как бы, эти комментарии не забрасывать, а просто в бложек, вспомнил, что у меня есть бложек на Sports.ru, как бы написал просто все текстом, как бы собрал все вопросы какие-то в кучку, грубо говоря, собрал однотипные, и на них текстом, соответственно, ответил. Тоже везде ссылки на этот, на этот крето-постик по ресурсам раскидал, так что кому по кайфу, можете почитать, если вдруг вы этого не видели, вот. Ну, а, в общем-то, что касается этого турнира, он примечательен, прежде всего, тем, что это последний турнир в этом году, то есть следующий нас ждет только в январе, вот. Вот, конечно, многие будут горевать из-за отсутствия турниров, там, именно крупных, да, там, из-за UFC, что вот там нет, поставить не на что, посмотреть не на что, но, опять же, я лично горевать по этому поводу не буду, потому что сегодня начинается Бласт, премьер, идет активный DPC сезон, и даже в начале января, когда все будут отдыхать, все равно будет китайская Дота, там стартует первый дивизион, поэтому я в любом случае, в кавычках, без работы не останусь, вот, так что как-то так. Ну, а, в общем-то, что касаемо этого турнира, здесь, опять же, есть и в том числе значимые со спортивной точки зрения противостояния для этого дивизионы Дерик Льюис против Криса Докаса, то есть Докас ученый в своем винстрика, и если вдруг победит Дерика Льюиса, подберется очень близко к контендерскому статусу, да, там, собственно, тот же самый Матеуш Гамрот привлекает к себе внимание в последнее время, соответственно, там, Билал Мухаммад против Стивена Томпсона, Билалу Мухаммаду все еще мерещатся какие-то титульные амбиции, и, возможно, Стивен Томпсон станет очередной ступенечкой к этому пути, Барселос против Фиктора и Хенри, интересное противостояние, ну, и в целом, опять же, это я уже все выскажу в подкасте для клиентов, касаемо всего карда. Сейчас же, что касается самого непосредственно мейн-ивента Дерик Льюис против Криса Докаса, то бой, конечно же, интересен. Интересен чем? Объясню. То есть, во-первых, это тяжеловесы, раз. Дерик Льюис, личность уже перемелькавшаяся, выступает в UFC очень давно, сталкивался с позицией абсолютно разного уровня, побеждал, проигрывал и так далее, ну, пробовал даже свои силы в поединке за титул против Даниэля Карми в 2018 году, подрался за временный пояс с Серилом Ганом, тоже ему проиграл. И в целом, если так разобраться, то ему всегда было неудобно драться с противниками, которые превосходили его в скоростных качествах, неплохо чувствовали себя в стойке, были готовы, скажем так, аккуратно работать на дистанции. То есть, здесь можно привести пример того же самого Серила Ганна, Ганна, да, это самый яркий пример, в этом же году дрались, да. Можно вспомнить даже поединок против Джуниора Досантос в 2019, где он спокойно его там расстрелял на дистанции и так далее. Но, опять же, Дерик Льюис опасен прежде всего тем, чем он реально здоровый, мощи в ударах очень много, ну вот, и способен удивить, по сути, в любую секунду поединка. Например, того же самого Александра Волкова, которому проигрывал бой в одну калитку в 2018 году. Опять же, к слову, о ударниках, которые работают на удобной, неудобной, вернее, для него дистанции. Если мы посмотрим последние поединки Криса Докаса, и, как пример, допустим, поединок против Шамиля Абдурахимова, то может показаться, что Крис Докас как раз-таки относится к этой категории бойцов. Он достаточно хорошо передвигается, но у него неплохой бокс именно в плане нанесения ударов, то есть, там, боковые летят неплохие, там, да, какие-то джебчики кидает, и есть скорость в руках. Ну, в целом, что мне вообще в этом бойце не нравится? Если вы посмотрите, допустим, на его поединки ранее, да, тот же самый 19-й год против Азоны Аниан Ву, где он проиграл в втором раунде КО-ТКО, то вы увидите, что он прям такой пирожочек там пирожочек, прям такой толстенький, полненький. И сейчас, спустя несколько лет, в 2021 году, мы реально видим, что он действительно сбросил, то есть, он реально похудел. Да даже банально можно вспомнить его, там, дебют UFC против Паркера Портера, даже здесь вы увидите разницу на самом деле. Ну вот, но он не похож, как говорится, на природного тяжа. По факту, это, ну, в лучшем случае, полутяж, если не средний вес, но просто жирненький. То есть, реально, это тот тяжеловес, который, в принципе, при желании, мог бы, ну, не то чтобы спокойно, но вполне себе нормально, да, там, подвестись к полутяжелой весовой категории, как мне кажется. То есть, нет у него именно вот этой вот мощности, мясистости какой-то. Ну, конечно, он старается компенсировать скоростью. Но один, один момент у него на самом деле никуда не делся. Ведь ключевым фактором в поражении против Азона Анианлу было то, что он в втором раунде подустал. Причем, когда я говорю устал, я не хочу вас запутать. То есть, усталость, она бывает разного уровня. Разного уровня. То есть, у кого-то просто руки-ноги забиваются. Он уже шевелиться не может, хотя при этом вроде бы как дышит нормально. Кто-то именно выдыхается очень быстро. У кого-то прям проблемы с сердцем, там, я не знаю. Он уже вообще шевелиться не может, чуть ли в обмороке, там, на ровном месте не падает. То есть, разные бывают моменты. Вот сейчас даже сейчас прошедший турнир приведу в пример 5 секунд. Там был просто один бой показательный. Мы с ребятами, когда смотрели, вот бой Джоффри Нила против Сантьяго Панзенибио. Вот Джоффри Нил выиграл Сантьяго Панзенибио. И достаточно хорошо так стоял на послематчевом интервью, разговаривал спокойненько, там, что-то рассказывал. И один из подписчиков, участников голосового чата сказал, типа, о, надо на заметку взять, что на самом деле у Джоффри Нила хорошее кардио. Что, типа, вот смотрите, как он бодро стоит. Но при этом, если вы посмотрите сам поединок, то в третьем раунде, откровенно говоря, он очень сильно застаивался. Скажем так, определенный промежуток в поединке, он вообще целенаправленно отдавал экономию силы, чтобы в конце действительно выдать неплохой перформанс и тем самым забрать раунд. То есть, человек, типа, хорошо себя чувствует именно после трехраундового поединка, стоит, хорошо общается, даже не запыхался, ничего. Но при этом по самому поединку он выглядел очень уставшим в третьем раунде. То есть, не пиздец-пиздец там, да, в хлам, но уставшим. И если вы посмотрите на поединок Криса Докаса против Шамиля Абдурахимова, то здесь, опять же, есть следующие моменты. Крис Докас уже слегка, скажем так, подопускал руки в конце первого раунда. Да, он зацепил, потряс Шамиля Абдурахимова, но он его на земле не добил. Вот. И во втором раунде было видно, что он уже слегка подуставший, он не мог поддерживать тот темп. То есть, опять-таки, к слову, посмотрите на передвижение, как он двигался на ногах и так далее. Его, как бы, удача заключается лишь в том, что Шамилев Абдурахимова на данный момент 40 лет, и он, мягко говоря, слегка подпробит. И тоже устает достаточно сильно. И устал он в том случае, там, да, сильнее, чем Крис Докас. Вот весь ключевой момент. И в целом, если вы посмотрите на послуженный список Криса Докаса, да даже не будем затрагивать Дэнни Холмса с рекордом 4-4, да, которого он победил в 2019 году. То есть, что мы получаем? В дебюте у него был Паркер Портер на коротком уведомлении. Потом у него в соперниках был Родриган из Семента, который является неплохим борцом, неплохим джитсером, но крайне дерьмовым в стойке, да, то есть, изи-катка для Докаса, который сам, прежде всего, позиционируется как типа джитсер, если мне память не изменяет, который потом поработал над своим боксом. Алексей Олейник и, соответственно, Шамилев Абдурахимов. То есть, либо мешки безударные, либо на коротком уведомлении, либо просто, как бы, старики. Вот и весь послужной список Криса Докаса. Агитирую ли я сейчас вас на ставку на Деррика Льюиса? Нет. Но при этом я четко могу сказать, что Крис Докас за там 1.71, да даже там за 1.8, не интересует как объект для ставки. Я вам более даже хочу сказать, если вы рассматриваете Криса Докаса как объект для ставки, то мне кажется, что после первого раунда коэффициент на него может быть даже повыше. И ключевой фактор, второй, просто сказал два момента. И первый из них это была некая усталость, которая мне не понравилась поединка против Шамиля, который был для него стилистически очень удобен. Второй фактор, который мне не понравился, он пропускал от Шамиля Абдурахимова. Пропускал, причем чистые удары. И его, опять же, счастье, что динамита в руках Шамиля Абдурахимова нет. Но, откровенно говоря, нет. Он не нокаутер, и нокаутером никогда не был. Да, можно там посмотреть, как он Чейза Шермана там нокаутировал, да, Марцина Тебуру досрочно победил. Но, по факту, Андрей Орловский с ним дожил до решения, там, да, с Уолтом Харрисом до сплита отбился. Энтони Хамильтона решение победил. То есть, он может нокаутировать, так же, как и любой тяж, при условии, что против него пробит ос. Если против него более или менее крепкий чувачок, то там, соответственно, как бы, до срочки это, собственно, и не пахнет. Ну вот. И я просто что вижу в этом поединке, как это будет выглядеть. Скорее всего, Докас не сможет там как-то нокаутировать сильно на дамажи Деррика Льюиса. Деррик Льюис, как обычно, подождет, чтобы его соперник начал там, ну, того момента, когда соперник начнет совершать какие-то ошибки, соответственно, когда он подзамедлится, а это случится уже, скорее всего, в раунде во втором с Крисом Докасом. И далее у Деррика Льюиса появятся очень хорошие шансы на то, чтобы нокаутировать, соответственно, Криса Докаса. То есть, такой примерно сценарий я вижу по поединку с Деррика Льюиса с Крисом Докасом. Либо Крис Докас попытается, соответственно, грамотно поработать на дистанции, побросать удары. И если Деррик Льюис, как бы, пойдет на спад после своих последних поражений, есть тоже такой, да, как бы, момент после последнего поражения, то вполне себе тоже может поднакушаться. И в целом, как бы, у Докаса есть такая черта, которая нет у Сири Логанова, он может, в принципе, броситься, попытаться добить. Такое тоже, как бы, имеет место быть. Если мы сейчас говорим о тех ставках, которые выглядят предпочтителями, то я, конечно, смотрел бы в сторону ТМ-ки. Опять же, смотря по нашим БК, прежде всего, напирая на париматч, я вижу, что сейчас здесь на ТМ полтора, а это семь с половиной минут дает 1,8. В целом, если мы посмотрим по западу, сейчас на эту ставку дает, допустим, 5-даймс коэффициент 2,1. Опять же, по той же самой пинке можно посмотреть абсолютно такой же коэффициент 2,1. То есть, то, что сейчас предлагают, неинтересно. Надо ждать поединка, надо ждать конкретной росписи. И если, например, на ТМ 2,5 буду давать 1,7 и выше, допустим, где-нибудь, я заберу. Но, если, например, по более или менее достойному коэффициенту будут предлагать ставку раунд 3 начнется нет, я тоже над этим подумаю. То есть, вариантов здесь, именно у досрочица в обе стороны, в рамках первых двух раундов за 10 минут очень много, как по мне. Ну и также я, возможно, подумаю над закидушкой, на тему того, что ставка, над ставкой именно, что поединок закончится во втором раунде. То есть, именно то, что он закончится во втором раунде, но, опять же, хочу посмотреть на коэффициент, что там будут предлагать, соответственно, если более или менее достойные какие-то цифры предложат. Допустим, да, то, что бой закончится во втором раунде, там, не знаю, кого-то и кого. Я, опять же, серьезно над этим буду думать. Ну вот. Ну и, собственно, все. Как бы, да. Оттяжиков большего не жду. Ну и в целом, буду, конечно же, лавить, смотреть этот поединок. И если там что-то пойдет не по тому сценарию, по которому я, как бы, это вижу, то буду что-то перекрываться, как-то думать. Но в целом, Крис Докас для меня достаточно сомнительный фаворит в этом противостоянии. Его последние победы, они не стоят примерно ничего. При этом его какие-то старые, старые какие-то, да, моменты, они никуда не делись. Они при нем остались. Хотя форму, конечно, он демонстрирует лучшую, ну, скажем так, более лучшую, чем было когда-то, там, еще несколько лет назад. Но, опять же, его постановленный список в последних пяти боях, это такое себе дерьмо. Мягко говоря, до Дерика Льюиса не дотягивает. И, опять же, здесь кто-то может сказать, вот, а ты вот как бы Докаса обосрал, а вот про Льюиса ничего не рассказал. Да всем просто Льюис известен и понятен и прозрачен, блядь, насквозь. То есть он просто прозрачный. То есть чувак, чувак дерется в UFC с 2014 года. Каждый, каждый, кто захочет, может пересмотреть спокойно все эти поединки в HD, там, да, вот, купив подписку на UFC Fight Pass. То есть я напоминаю, что Fight Pass это не только возможность смотреть прямые эфиры, да, там, UFC, но это еще и Fight Library, либрари, да, соответственно, коллекция, как бы, всех турниров, всех боев и всего остального. То есть у меня всегда она по дефолту есть, пересматриваю, смотрю какие-то моменты, да, там, думаю, там, и так далее. То есть вы можете спокойно все посмотреть и все изучить. И Дерика Льюиса просто уже на 100 500 миллионов раз наобсуждал, как бы, да, и в подкастах, в том числе на эту тему говорил, там, да, касаемо всех его выступлений, там, и с Серилом Ганом, с тем же самым и так далее. То есть можете просто, опять же, воспользоваться поиском по YouTube, посмотреть какие-то подкасты, что я про Льюиса говорил. В том числе на Льюисе я и обламывался неоднократно, ошибался, да, там, и в том числе и плюс он не приносил, как бы, всякое бывало. Это Крис Докас в данном случае выступает, как некая пока еще темная лошадка, которую нормального, скажем так, оппонента еще не нюхал, и пока лишь из-за некого хайпа является фаворитом в этом противостоянии. Но, опять же, я, прежде всего, сконцентрируюсь на ТМках, считаю, что, ну, оптимальным было бы им закончить все во втором раунде, как для одного, так и для другого, да, либо, соответственно, во втором раунде Докас подустанет, будет допускать ошибки, пропустит, либо, соответственно, если он будет делать все грамотно по ходу всего поединка, Дерек Льюис раунду ко второму накушается. То есть вот такие вот я вижу расклады. Ну, а так, если бы меня заставили выбирать между двумя этими бойцами, кого бы я выбрал, Дерека, Криса Докаса или Дерека Льюиса, то я выбрал бы Дерека Льюиса. И кто-то, опять же, может написать, о, админ опять за кэф топит, короче, там, траливали, просто берет андердога. Да, здесь просто в лучшем случае для Криса Докаса коэффициенты должны быть равны. На самом деле, по моим прикидкам, здесь должно быть примерно наоборот. То есть Дерек Льюис должен идти примерно где-то за 1.7-1.8, а Крис Дока за коэффициентом 2 или чуть выше. Поэтому, конечно же, для меня Дерек Льюис выглядит здесь предпочтительнее. Но здесь нет такого жесткого несоответствия, да, моего мнения и мнения букмекера, чтобы я прям это сильным валуем считал. То есть вот о чем идет речь. Когда я вижу андердога, например, там, за 2.2, я считаю, что он вообще должен идти фаворитом там за 1.5. Конечно, это огромный разрыв, и надо брать это убер-валуй. Также можно, на самом деле, сказать, допустим, про бойца, на которого дождают, например, 1.5, а ты понимаешь, что, ну, там шансов вообще нет у противника. Ну, просто прям только случайная травма какая-то, либо что-то еще. Вот, то есть как-то так. А есть фавориты за 1.3, которые не стоят вообще ничего. То есть, например, допустим, тот же самый Джастин Таффа против Хансейкера. Хансейкер может быть бесконечным куском дерьма, там, да, и всем чем угодно в этой жизни, но неважно, с кем выйдет Таффа драться, он не должен идти за 1.3. Вернее, должен, может и должен идти, но брать его не имеет смысла. Короче, много всяких всевозможных интересных моментов в этом карте. По главному поединку я сказал все, что мог, все, что хотел. Согласны с чем-то, не согласны. Вы всегда знаете, что можно оставлять комментарии под видео, но YouTube, если честно, да, далеко не все комментарии пропускает. Иногда просто вижу, люди пишут, типа, о, адмишка удаляет комментарии, там, туда-сюда. Я удаляю комментарии только с прямыми оскорблениями, либо когда человек просто начинает целенаправленно нести хуйню. А бывает так, что чувак написал какой-то комментарий, о, админ удалил мой коммент, а это YouTube его не пропускает, я вынужден сам заходить в творческую студию, там, заходить в раздел комментарии, на проверки, там, искать их, там, да, соответственно, в итоге, там, одобрять, как бы, что надо, да, вот это можно, короче, там, да, чтобы этот комментарий появился на канале и так далее. То есть, ну, от меня это, опять же, не зависит. Зависит от этого YouTube, я лишь вручную этих комментариев потом добавляю. И то, далеко не все комментарии потом там можно откопать. Короче, есть что по делу сказать, пишите в комментарии. В описании под видео ссылки на все мои ресурсы, в том числе, соответственно, телеграм-чат, группа ВКонтакте, канал в Телеграме, то есть, там, вся адекватная, там, да, условная аудитория самая активная тусуется в чате, если что. Ну и после процедуры официального взъешивания Когда появится уже вся роспись и прочее Конечно же запишу еще один подкаст Ну а так сейчас приступлю к подкасту С разбором всего карта для клиентов Вот примерно как-то так На этом я с вами прощаюсь Всем всего хорошего, до свидания